Даже если наложат штраф, никакого штрафа я платить не буду. Я плачу вовремя, долгов у меня за газ нет. Даже штраф до 2000 рублей пенсионер Кольгу Комлеву не пугает. Рада бы прийти и переоформить договор с Горгазом, да здоровье не позволяет, сетует пожилая женщина. Я не могу далеко ходить, ноги у меня больные, я хожу с палочкой. Ходить надо сначала собрать все эти документы через ксерокс, потом нести ногу в Горгаз, это городская один что ли. Там стоят в очереди по 2-3 часа, чтобы заказать вот этот договор. Уведомление о необходимости переоформления старых договоров. Почтовый ящик Ольги Евгеньевны и ее соседи пришли в конце января. В последний раз договор с газовой службой жильцы двухэтажки на декабристов оформляли более 10 лет назад. Тогда по квартирам ходили специалисты и никуда ходить самостоятельно было не нужно. Теперь же обращаться в Горгаз придется лично. У меня мама инвалид, парализованная, первая группа инвалид. Я тоже не могу маму оставить на минуту даже. Я за хлебом в магазин бегу-бегом, а там 2-3 часа стоять я тоже не могу. Это очень неудобно. В районном отделении Горгаза сегодня в полдень было многолюдно. Позже выяснилось, все посетители стоят в очередь в одно окно. А среди пришедших оказался лишь один человек с заявлением о переоформлении. Проходил техобсмотр и сказали переоформить. Сейчас намеренно это делали? Ну да. Переоформлять договоры с Горгазом придется всем, заверили нас сегодня в газовой службе. Работа по перезаключению идет полным ходом. А связано это с тем, что были разработаны новые формы на поставку газа и техническое обслуживание газового оборудования. Договор нужно будет перезаключить всем нашим абонентам. Потому что у всех договора были ранее заключены совместные на поставку газа и техническое обслуживание. А на сегодняшний день требуются договора раздельные. Чтобы переоформить договор с газовой службой, жителям Казани необходимо вместе с пакетом документов подойти в абонентские пункты. Однако, если это по какой-то причине невозможно, выход все равно есть. Для заключения договоров лиц, которые являются инвалидами, которые не могут прийти сами лично, может быть они отсутствуют где-то в длительной командировке или еще что-то, можно оформить договор под доверенность. Уклонение от заключения договора может грозить штрафом до 2000 рублей. Поэтому специалисты рекомендуют не откладывать переоформление в долгий ящик. Дарья Петрова, Дмитрий Рыженко, Телеканал Эфир.